Мы приветствуем всех, кто смотрит Универньюз. С вами Аделья Шамилова и прямо сейчас я расскажу вам о подробностях самых интересных событий из сферы образования, науки, студенчества и не только. Начинаем наш выпуск. Университет продолжает приемную кампанию. Кто же теперь войдет в студенческие ряды Казанского федерального? Время – деньги. Криптовалюты готовы перевернуть наше представление о финансах. Сыграем не по-детски. Киберспорт покоряет мир. Более 5000 абитуриентов подали заявление в приемную комиссию Казанского федерального университета О том, как проходит прием в КФУ и куда собираются поступать будущие студенты, узнавала наш корреспондент Диана Шилова. У выпускников 2017 года пришли выпускные и отзвенил последний звонок. Сданы все экзамены, осталось самое главное – поступление в университет. В Казанске федеральные подали свои заявления более 5000 абитуриентов. Их количество с каждым днем растет. КФУ – один из ведущих вузов Российской Федерации, старейший университет, который готовит специалистов по многим направлениям. В этом году КФУ на все формы обучения готов принять более 13 тысяч человек. Если говорить о всем Казанском федеральном университете, то это около 5000 бюджетных мест, точнее 4980. А всего уже на первый курс мы в этом году планируем принять 13500 абитуриентов. Это в том числе и зарубежные абитуриенты, это более 2000, которые мы ожидаем по плану приема. Также это магистратура, специалитет, очная, заочная, по всем формам обучения. Будущие студенты КФУ выбирают университет совершенно по разным причинам. Престиж и мировой статус, качество образования, расположение близ дома. Кого-то позвали учиться друзья, а кто-то продолжает семейные традиции. Нашла здесь те институты, которые мне по душе, те направления, которыми в дальнейшем я хотела бы заниматься. Я поступаю в институт фундаментальной медицины и биологии. Мне очень нравится сам институт КФУ, университет, потому что здесь новые технологии, очень все развито и интересно, особенно общественная деятельность меня привлекла. Урл-институт, потому что его нахваливают в Москве, по всему миру. И, в общем, говорят, хороший ВОЗ, я решил поступать с физикой, у меня хорошие баллы, я думаю, я поступлю в этот ВОЗ. Приходя в приемную комиссию, студенты в первую очередь осуществляют подачу документов через сайт «Будь студентом», выбирая приоритетные направления. Институт филологии и межкультурной коммуникации, потому что там есть то направление, например, русский язык как иностранный. Я сама люблю изучать иностранные языки, и поэтому выбрала именно этот институт. Я сдавал физику и географию по специалитетам, ну, математику и русский, это уж обычное дело, и поступаю на институт физики, на геодезию. Подача документов позади теперь осталось лишь ждать заветных списков зачисления. Диана Шилова, Владислав Микневский, Универньюс. Как говорится, миром правят деньги, и сколько бы их не было, будет всегда мало. Что вы слышали о криптовалютах? Пока кто-то все еще в этом разбирается, другие уже зарабатывают на этом. Криптовалюта – это новая форма единиц, которыми мы можем обмениваться. Все валюты, которые мы сейчас пользуемся, они точно так же, как и валюты крипто, построены на доверии. Не централизованный обмен ноликами-единичками, как происходило раньше в банковской системе, а это обмен в децентрализованной системе. Развитие технологий криптовалют и блокчейна обсудили на форуме «Блокчейн Митцап», который состоялся в IT-парке 30 июня. По словам специалистов, блокчейн-технологии предоставляют формы, где есть абсолютное доверие. То есть, когда вы передаете из одного кошелька на другой биткоины, они никуда не могут потеряться, никто не может поделать эту сделку, никто не может ее вернуть. Также одним из плюсов является предельно низкая стоимость переводов. Главная отличительная черта криптовалют от обычных денег – децентрализованная система. Криптовалюты не принадлежат какой-либо банковской системе, поэтому стабильны. Но среди плюсов имеются и минусы. Слабая контролируемость переводов, слабая распространенность точек использования и недостаточная безопасность криптокошельков. Что касается правового признания криптовалют в мире, они приняты в США, Китае и Японии. Но будут ли легализированы в России, на этот вопрос подробно ответила руководитель неведомственной рабочей группы по оценкам рисков и оборота криптовалюты Государственной Думы Российской Федерации Элина Сидоренко. И Россия сейчас, используя свое серьезное геопатическое пространство, может стать тем своеобразным воздействием между, между так называемым биржевым Западом, США, с его пониманием криптовалюты, как комодителям, и японским пониманием криптовалюты, как средств платежа, средств войны, будучи установить некоторые рамки законодательного регулирования. Элина Сидоренко также сообщила, что законопроект планируется внести в Госдуму в октябре этого года. Любопытно, что, по словам руководителя рабочей группы, проект закона не предполагает введение налогов в ближайшее время. Елизавета Евтифеева, Ленардо Влетьяров, Универньюс. Религиоведам России, объединившим свои силы в Казанском федеральном, удалось детально изучить рукописные и старые печатные источники народов России. Какую еще ценную информацию предоставил гостям КФУ, узнаете прямо сейчас. Четвертая летняя школа «Ислам в Евразии» рукописные и старые печатные источники народов России успешно завершила свою работу. Занятия школы проходили на базе ресурсного центра по развитию исламского и исламовеческого образования Казанского университета. Мы пригласили специалистов, как наших казанских, так и московских специалистов. Все они занимаются изучением рукописного наследия, но каждый из них занимается разными, скажем так, традициями. Если вы думаете, что компьютерные игры – это баловство для детей, то мы развеем ваши сомнения. В 2016 году в России киберспорт признали официальным видом спорта. Наш корреспондент Анна Глазунова пообщалась с юными геймерами, которые стали финалистами Всероссийской киберспортивной студенческой лиги. Смотрим. Еще пару лет назад компьютерные игры считались детским увлечением, а тем, кто продолжал в них играть, даже повзрослев, родители и друзья говорили, что это несерьезно. Но сегодня киберспорт – это хороший бизнес, который приносит своим участникам отличный доход, а также дает возможность реализовать свои интересы и развивать социальные и профессиональные навыки. Так студенты разных курсов и институтов Казанского федерального решили объединиться и создать свой киберспортивный клуб университета. Пройдя отборочные этапы, команда КФУ попала в финал Всероссийской киберспортивной студенческой лиги, который состоялся 25 июня в Москве. Абсолютно все важно. Это называется микро и макроскилл. Микро – это как человек действует в определенном моменте, как он быстро и правильно нажимает клавиши, а макроскилл – как он в целом понимает видение игры. Потому что во многих игроках есть экономическая составляющая, можно постоянно выигрывать, но в итоге по экономике просесть и ничего не сделать. Многие киберспортсмены в первую очередь играют головой, а не руками. Во Всероссийской киберспортивной студенческой лиге команда Казанского федерального университета заняла третье место и выиграла 1 миллион рублей. Как правило, компьютерные игры – удел парней. Девочки интересуются чем-то абсолютно другим. Сначала куклами, затем платьями и туфлями. Но Катя отдает предпочтение киберспорту. Увлечение компьютерными играми, вообще играми в принципе у меня началось с детства, когда родители подарили мне мою первую игровую приставку. Это была Sega. Далее у меня уже появился в школе персональный компьютер, я начала играть в игры. Не все родители понимают подобные увлечения детей, но Катя смогла показать все плюсы этого хобби. Раньше родители негативно воспринимали то, что я могу очень много времени проводить за компьютером, не выходя из комнаты. Но сейчас, когда я объяснила им, что с 2016 года мама, вообще-то, киберспорт стал официальным видом спорта в России. И когда узнали, что я прошла в финал такого крупного турнира, они, конечно, начали меня поддерживать. Киберспортсмены не всегда проводят свое время только около компьютера. Есть и другие сферы, которым они отдают предпочтение. Киберспорт для меня не стоит на первом месте. Прежде всего, конечно, главное для меня учеба, это наука. Помимо этого, у меня есть еще и другие увлечения. Я увлекаюсь фотографией. То есть я стараюсь успеть везде понемногу, быть осведомленной там и там, преуспеть в учебе. И удалось преуспеть немного и в киберспорте. Профессиональные геймеры поделились с нами своими планами на будущее. Уже есть опыт игры на профсцене, если так можно выразиться. Хочется и в 2017 году поучаствовать в этом турнире, занять уже более высокие места. Как минимум, точно увлечением останется. Как максимум, если будет возможность связать это кросс-дисциплинарно с моей атишной специальностью, то я был бы только рад. Участие в таких мероприятиях – это уникальная возможность для всех российских студентов не только получить опыт крупных соревнований, но и начать свою карьеру на профессиональной киберспортивной сцене. Анна Глазнова, Леонард Влитяров, Универ Ньюз. Вот и подошел к концу наш эфир. Всем отличного настроения, до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин